Я вижу, что основные виды работ по обручачиванию, по заливке бетона, они завершены. То, чего нельзя делать при минусовых температурах. Между тем, работы еще достаточно много. Она не такая глобальная, крупная, как были раньше эти объекты. Но, тем не менее, ее еще достаточно. Завершена работа по электрике, хотя сегодня уже освещение частями горит. К концу недели должно зажиться все освещение. И вызывает обеспокоенность фасадные работы по металлу. Завод-изготовитель приступил к изготовлению, но обещали сегодня часть панели отдать. Отдавать будут, видимо, во вторник. Это опять ведет к переносу сроков, завершения работы. А за ним, за монтажом, там еще электрические работы, которые надо будет проводить наверху. Их можно пройти, конечно, и при минусовых температурах, но это не делает чести ни нам, ни подрядчику. Сергей Иванович, не могу не поинтересоваться Вашим мнением по поводу павильона торгового и проката инвентаря. Вот как Вы оцениваете качество выполненных работ? Что там сегодня? Еще не завершены работы. Павильон по проекту должен быть черновой отделкой, сдан заказчику. То есть гипсокартон и заливной пол. Все остальное делает тот, кому либо сам юбилейный, либо кому зовут по аренду. По проекту там предусмотрено. Между тем тепло внутри заведено, трубы проложены. Сейчас будет решается вопрос, мы вчера встречу уже проводили, по приборам учета. То есть все, что связано с дальнейшим снабжением тепла. Работы, вот, Сергей говорит, будут с завтрашнего дня возоблены на павильоне. Что там бригада где-то в другом месте работает. Я понимаю, что там работа еще на несколько дней. Потому что основные работы по укладке пола, по заливке пола, они вот ждут, пока он застынет. Продолжать пока невозможно. А желающие есть вообще предприниматели для того, чтобы там бизнес какой-то? Я знаю, что интересовались, но вот это к юбилейному вопросу, не ко мне. Спрашивали многие, и у меня спрашивали, я их отправлял в юбилейный. Сергей Иванович, а как вы относитесь к тому, что вот работы постоянно оплачиваются? Я не говорю, что 100% они оплачены, но тем не менее, десятки миллионов рублей подрядчик уже получил. А вот в целом, качество выполненных работ и вам тоже не нравится. Я не могу сказать, что все не нравится. Есть виды работ, которые они делают, и которые мы заставляем переделать. И мы некачественные работы не принимаем. Ну, вы считаете, прокуратура должна проверить работу подрядчика и оплату? Да, это ее право. Это ее право. Я понимаю так, что туда обращались, они выходят, смотрят, проверяют. Но если выложены квадратные метры в площадке и к ней претензий нет, мы ее обязаны оплатить. Потому что, ну, это работы, которые оплачены, вернее, выполнены в соответствии с контрактом. И заказчик их обязан оплатить. Поэтому оплаты и производятся. Поверьте, если есть вопросы к какому-то объекту, либо объему работ, они не оплачиваются до тех пор, пока не представлены будут либо документы, либо исправленные замечания и недочеты. Другой вопрос, что вот у меня вызывает и недовольствие, и недоумение, то, что часть работ, которая выполнена уже, мы их обязаны переделывать. Выкладку электрического кабеля, видите же, местами по-новому разрывают, когда уже там все, зеленый газон, собственно говоря. Да, будут восстанавливать. И подрядчик с этим согласен, что будут восстанавливать все. Мне не устраивает, что это нужно было делать своевременно, и мы об этом говорили. Ведь к нам-то претензии по поводу того, что мы не обеспечили фронтом работу, либо чем-то нет. Все есть, работайте. Не хватает сил, средств у подрядчика. Но это те вопросы, которые сегодня, на которые он сегодня основывает то, что он нарушает сроки выполнения работы. А какие сроки он называет окончание работы? Ну, вот сегодня, видите, его нет, хотя приглашали его сегодня к 2 часам. Едет где-то вот к Емельянову. Попросил футболизацию, но недоступен он пока. Он мне обещал к 1 ноября завершить все виды работы.